Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Голос Истины, с вами Муслим Ханский. Дорогие друзья, сегодня затрону я очень актуальную тему. Тема такая, что последние дни после событий 12-13 сентября против Азербайджана мы все видим, что развертвана очень такая мощная пропаганда, выдавать Азербайджан за агрессора и так далее. Вот такие сказки, мифы. Но работает нормально, наговаривает на Азербайджана, преподносит Азербайджан как агрессора, типа Азербайджан напал на бедную, пушистую Армению. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле. Сейчас я вам покажу все это на картах. Это все, что я сейчас вам покажу, дорогие друзья, все это происходило перед нашими глазами. И просто надо все это собрать в один пазл, в одну цепочку, и вся картинка перед глазами будет. То, что преподносится на каких-то телеканалах в разных странах, таких стран, как, например, Америка, Франция, и в последнее время почему-то на телеканалах Украины тоже. Ну, об этом тоже, если не забуду, пару слов скажу по поводу Украины. Но что произошло на самом деле? И о чем орут, рвут себя наши соседи армяне? Что вот, что хочет Азербайджан. Представляете, такие фразы от них, что от нас хочет Азербайджан, что им надо, почему мирно не живется, мы хотим мира. Это говорят армяне. Это все говорят те армяне, которые все эти годы, за последние 30 лет, держали территорию Азербайджана под оккупацией. Да, все это, еще раз говорю, перед глазами. Вот сейчас вы на экране видите границу между Арменией и Азербайджаном. Вот это граница. Граница, которую признают все, вся мировое сообщество по международным правам, государственной границей между Арменией и Азербайджаном. Именно вот это и есть черная линия, которую вы сейчас видите. Желтая это Армения. Общепризнанная территория Армении, которую и Азербайджан признают на официальном уровне. А с другой стороны, это территория Азербайджана. Смотрите сейчас, что произошло. 90-е годы, после того, как, после развала Советского Союза, и Армения, и Азербайджан получили независимость. После этого, в этих границах, вот в этих границах, как каждая страна получила независимость, и в этих границах вошли в состав ООН. В 90-е годы, после всех этих событий, пользуясь некоторыми случаями, Армения с помощью Кремля оккупировала 20% территории Азербайджана. По всей линии границы, не только Карабах, Нагорный Карабах тогда назывался, а по всей линии, начиная вот отсюда, примерно, да, оккупировала всю эту территорию Армения, и 30 лет вооруженные силы Армении находился на территории Азербайджана. Запомнили границу? Молодцы! В 2020 году, после долгих переговоров, где-то 27-28 лет Азербайджан попытался мирным путем, путем переговоров, освободить свои территории, договориться с Арменией, заключить мир. Но Армения не согласилась. И в 2020 году Азербайджан взял за 44 дня те территории Азербайджана, которые армяне за 4-6 лет, 4-6 лет оккупировало. За 4 года, как минимум, всю эту территорию Армения оккупировала. Первая Карабахская война. Вот всю эту территорию Азербайджан за 44 дня просто взял и выкинул всю армию непобедимой, так называемой, Армении. Все. Мы вышли к границам, условной границей, будем назвать это, к Армении. Которую Армения на официальном, не только просто, а на официальном уровне, Армения эту границу не признает. Это во-первых. Во-вторых, эту же границу Армения нарушила в течение 30 лет. Они считали границу между Арменией и Азербайджаном вот эту границу. Не первую, а вот эту. Для них это была граница. Оккупированные территории Азербайджана. А вот эта граница они не признают. Так вот, мы освободили свою территорию. Второй этап. Так, сейчас, минуточку. Это другая карта тоже. Видите, Азербайджан. Видите, Азербайджан. И Армению. Та же самая граница. Правильно? Вот. Два года после войны, после 2020 года. Два года, почти что два года. Азербайджан буквально каждый день просит, требует от Армении признать границей. Подписать мирный договор. Провести делимитацию и демаркацию. Чтобы был мир. Речь идет об этой границе. Эту границу, еще раз повторяю, признает весь мир. Все страны мира признают именно вот эту границу. А вот не эту, которую армяне оккупировали. Которую азербайджанцы освободили. А вот эту. Вот чем занимался Азербайджан в течение последних двух лет. А чем занимались армяне? По всей линии практически, и тем более последнее время, армяне практически ежедневно с территории Армении обстрелывали территорию Азербайджана. По всей линии. Особенно вот в этой части. С 12 на 13 числа сентября армяне тоже обстрелывали территорию Азербайджана из территории Армении. А ночью их разведгруппы заминировали эту границу, условную границу, которую не признают. Часть территории Азербайджана. То есть вместо того, чтобы провести делимитацию и демаркацию, они заминировали. Несколько групп их диверсионных перешли на территорию Азербайджана и заминировали дороги между военными частями Азербайджана. Их засекли. Началась стрелба, переросла на крупномасштабную двухдневную войну. И Азербайджан вынужден был очистить вот эту территорию, буквально вот эту территорию, всю эту территорию. Уничтожить огневые позиции армянские, несколько военные базы вот тут, чтобы прекратились обстрелы территории Азербайджана. Но даже условную границу между Арменией и Азербайджаном Азербайджан не нарушила. Сейчас я вам кое-что покажу еще раз. Вот эта часть территории. Видите вышки? Азербайджанская армия освободил несколько стратегические точки, высотки. Заняли эти высотки вдоль границы, как вы видите, вдоль границы, чтобы держать, как на ладони, вот этот участок Армении, не войдя. Это безопасный полис, вынужденные меры. Вот и все. Сейчас опять Азербайджан требует от Армении признать границу, признать территориальную целостность Азербайджана и не иметь территориальной претензии к Азербайджану. Точно так же, как Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий. И Азербайджан говорит, если вы ссылаетесь на какие-то тигранокерцкие истории 2005-20000 лет назад, то по историческим фактам у нас, в принципе, тоже есть претензии к Армении. Если вы не прекратите, то мы тоже будем предъявлять территориальные претензии. Если вы не признаете границу. Ну, разве не логично? То есть, вот что на самом деле произошло. Пользуясь этим случаем, и пользуясь еще по некоторым геополитическим причинам, армяне начали использовать эту ситуацию, чтобы выдавать Азербайджан за агрессора, что и было в интересах на этот раз не России, а именно Америки. Потому что эту провокацию армяне устроили по заявкам Америки, чтобы выставлять Россию, да, у них там свои конфликты, свои терки, выставить Россию как союзник, который не может защитить своего союзника Армении от агрессора Азербайджана, чтобы самим прийти в наш регион. Вот только ради этого сейчас нашу страну, которая пережила, переживает, продолжает переживать оккупацию, то есть территорию, которая оккупирована, нашу же страну выдает за агрессора. Это в интересах Америки и Армении. Интересы совпали. А последнее время такая тенденция наших украинских братьев, они смотрят на рты американцев, что они скажут, они это же повторяют. Сейчас Америка взяла такую риторику, украинцы тоже некоторые, не все, конечно. И там семьи на каких-то телеканалах, их какие-то артисты, певцы, начали называть Азербайджан агрессором, жалеть оккупанта Армению. Так это, так не, я понимаю, там политика, все такое, но это нечестно, ребята, это подло. Так не делайте. Сохраняйте свое лицо. Ну и что там Америка, у них свои-то интересы и так далее. Не делайте так. А если хотите, делайте, нам пофиг. Мы как были за вас, так и будем. Понимаете, у нас одно лицо, лицо мужика, справедливость, мы цены. Как-то вот так. Я еще кое-что, ладно, покажу вам. Например, например, вот это, сейчас родные. Вот это Армения, первые дни войны, первые дни войны, когда Россия с Украиной начали вот этот конфликт. Это Армения, это улицы Ярована, это флаг Армении, видим, да, флаг Армении. А буква З, видите, то есть для вас, даже для украинцев, не секрет, что вся Армения, Армения и армяне в большинстве поддерживали и поддерживают Россию в войне с Украиной. Это факт. Это первые дни и до последних дней вот такая позиция у армян. А это, например, последние дни перед визитом Нинси. Перед визитом Нинси. Пелоси. Вот Армения с украинским флагом. Нормально? Но они, мы не такие. Мы не такие. Понимаете, о чем я говорю? Мы не такие. Мы с первых дней, какими были, такими и остались. Мы не любим лежать под кем-то и действовать чьими-то указами, указанием. Но вот, а вы, наши украинские братья, это у вас уже такое СМИ. Фух, какие заголовки у вас в СМИ. Азербайджан обстреливает территорию Армении. Слабая Россия. Смотрите. Слабая Россия. Да? Почему Азербайджан стреляет по Армении? Вот это то, о чем я говорил. Сначала, видите, настраивают к зомбированию людей, таких, как вы. Самих армян и вас, украинцев. Слабая Россия. Не может защищать своего союзника. Чтобы поссорить с Арменией, с Россией и так далее. Это выгодно. Это нормально. Вы враждуете. Нормальная пропаганда. Но в этом использовать своих грязных, подлых, вот этих играх политических. Азербайджан, который с первых дней с вами, открытым лицом, это уже подло. Это уже некрасиво. Нельзя так делать. Мы своих соседей знаем в лице армян. Мы знаем, как они любят на двух, на трех, на пяти в стульях. Мы знаем, как они любят предавать, как они сейчас предают Россию. Да? Ну вы-то чё? Вы-то чё, ребята? Армяне, что ли, тоже? Ладно. Это особо меня не огорчает. Знаете, это ваше дело. Это тоже Армения. Видите? Флаг Армении. Георгская лента. Такой большой, длинный. В виде буква Z. Это в Армении. В центре Армении. Флаг в руки, вперёд. Но мы какими были, такими и останемся. А в начале нашего ролика я вам всё показал, объяснил, что на самом деле происходит и происходили вот эти дни. Никаких нападений на Армению не было. Это была провокация. На эту провокацию мы жёстко ответили. А провокацию устроила Америка. Потому что выгодно было. Это геополитика. Это их игры с Россией, Америкой. Это всё понятно. Но всё время что-то валит в одну сторону. Тоже некрасиво и лицемерно. Просто вот на этот раз, как минимум, как минимум на этот раз, кровь тех азербайджанских парней и армянских парней, которые погибли, на Америке. Это они всё сделали, чтобы вот играть такую игру. Крокодилевые слёзы ненцы. Потом эти заявления, что вот мы можем защитить Армению, а Россия не может. Так далее, там подобное. Что влез в наш регион. Ради этого вот пролилась кровь наших ребят. Армянам это всё объяснять бесполезно. Они зомби. Донести до них, что вас используют. Вам не надо было эта провокация. Потому что они их самих зомбируют. Они сейчас сами на весь голос орут. Вот Адербизан, Адербизан напал на нас. Но на самом деле провокацию строили. Их военные паукатские Америки. И наши жёстко ответили. И дальше будем жёстко, жёстко, жёстко отвечать. Это операция принуждения к миру Армении. Признайте границы, и будет мир. Не будете признавать границы. Зенгезуре карабахнет. То, что вы устроили Карабах в течение 30 лет на территории Азербайджана. Мы устроим для вас Зенгезур на долгие годы на территории Армении. Вот и всё. Всем пока. Счастья и здоровья.